Зоологический портал Фауна Беларуси представляет Призрачный хищник Посмотрите, кто спрятался среди растений. Это богомол обыкновенный. По латыни его название звучит «Мантис религиоса» и в переводе значит «Пророк религиозный». Как вы уже наверняка догадались, свое название он получил из-за внешнего вида. Дело в том, что его передние ноги сложены так, будто насекомое молится. Богомолов можно с уверенностью назвать первоклассными хищниками. Они мастера маскировки и охоты из засады. Давайте подробнее понаблюдаем за охотой богомола. Посмотрите, их жертвы даже не догадываются о том, что им что-то угрожает. Сидящий на травинке богомол медленно двигается в сторону жертвы. Далее следует один точный бросок, и ничего не подозревающая муха уже находится в цепких лапах хищника. Поглощать насекомых богомол обычно начинает с органов, покрытых мягкими покровами. Он весьма прожорливый хищник. И нередко бывает так, что от жертвы ничего не остается. А иногда, поедая одну жертву, завидев другую, он хватает и ее. Но не всегда богомола ждет удача на охоте. Поскольку он хищник-засадник, то не может открыто и быстро двигаться в направлении жертвы, так как спунет ее. А пока он медленно двигается, насекомое может улететь или убежать по своим делам. Как и все хищники, после трапезы богомол обязательно тщательно чистит свои лапки, чтобы не допустить развития гнилостных бактерий. У него можно поучиться чистоплотности. Окраска богомола обыкновенного сильно изменчива и зависит от места, где он обитает. Цвета его покровов могут быть от зеленого до коричневого цвета. Эта покровительственная окраска делает богомола незаметным среди растительности. В дополнение к ней он имеет вытянутое стройное тело, что также делает его похожим на побеги растений. И не смотрите на его мнимую хрупкость. Он способен удерживать животных крупнее себя. Передняя пара ног преобразована в хватательные органы. Обратите внимание на эти зазубрины. Расположены они против того направления, в котором жертва попытается вырваться. У нее просто нет шансов. Аналогичными хищниками в мире беспозвоночных являются пауки-крабы. Как и богомолы, они активно пользуются мимикрирующей окраской, которую способны изменять в зависимости от места обитания. Свою добычу пауки-крабы подстерегают в местах скопления насекомых. И чаще всего такими местами бывают цветы. Вредными или полезными для человека богомолов назвать нельзя. Они хищники и нападают на беспозвоночных, с которыми могут справиться. Поэтому пищей им служат не только мухи. Богомолы могут нападать на пчел, а также иных полезных для человека насекомых. В некоторых странах люди их содержат в домашних условиях для уничтожения назойливых насекомых. За всю свою непродолжительную жизнь, длиной всего несколько месяцев, богомолы поедают более 2000 насекомых. В начале своей жизни они питаются тлей и другими мелкими насекомыми. Подрастая, молодые богомолы переходят на более крупных насекомых, например, на мух. А вот взрослые богомолы настолько прожорливы, что иногда нападают на превосходящих их по размеру насекомых. Например, на зеленых кузнечиков, которые тоже, к слову, являются хищниками. Примечательно, что богомолы проявляют интерес к двигающимся насекомым и пытаются их поймать. А вот на неподвижно сидящих насекомых они никак не реагируют и не проявляют интереса. Богомол обыкновенный имеет широкий ареал обитания. Он встречается в Южной Европе, Передней и Средней Азии, Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии и США. Однако для дикой природы нет никаких границ и стран. Животные растения живут по своим правилам и законам и имеют лишь границы ареала для популяции конкретного вида. Эти границы могут меняться в зависимости от климата и других факторов. Первое упоминание богомола обыкновенного на территории Беларуси в современное время появилось в 2008 году. Постепенно ареал его обитания переместился из южной части страны в северную и сейчас его можно встретить повсеместно на территории Беларуси. Связано это может быть с повышением средней годовой температуры. И поскольку ранее этот вид встречался периодически в единичных экземплярах, его можно отнести к животным-космополитам. У богомола обыкновенного развиты крылья. Их самки более прожорливы и тяжелы, и поэтому летают крайне редко и неуклюже. А вот самцы вполне способны к полету. Летают они чаще всего в сумеречное время. В темноте, как и все насекомые, он склонен лететь на свет. Поэтому, вполне вероятно, когда-нибудь он и к вам залетит на вечерний чай. Оставляйте комментарии и свои мысли под видео. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, на тематических форумах и сайтах. Подписывайтесь на канал Фауна Беларуси. Впереди еще много интересных видео о животных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фауна Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова